Что касается беспилотников, да, то есть Украина активно уже использовала в Анонбасе, то есть армия ДНР и ЛНР, она несет потери, то есть есть погибшие, были уничтожены единицы бронетехники в Анонбасе, в том числе БМП, по-моему, сожгли с помощью беспилотника. То есть применяются, естественно, не только там какие-то Байракар, в Украине их 6 штук официально, то есть сейчас непонятно, сколько уже их приведено будет готовое состояние, но официально 6 штук и они закупили. То есть плюс, ну в перспективе там должна быть линия по производству беспилотников на Украине. Надо понимать, что там проект взаимовыгодный, потому что турки лишились поставок части комплектующих из Канады или других стран из-за своих действий в Карабахе. То есть Украина не рассматривает как возможность получить какие-то технологии, связанные с производством двигателей, которые в Турции, скажем так, технологическая культура и производство слабенькое. Они пытаются это добрать за счет остатков украинской военной промышленности, то есть поэтому им выгодно размещать линию производства именно здесь. То есть Украина получит какие-то дополнительные беспилотники, а Турция получит возможность именно не сокращать производство до своих собственных нужд. Кроме того, Украина использует различные более простенькие беспилотники, собственно, там производство из-за китайские. Естественно, там нет какого-то такого единого парка, то есть это просто сборная сахар из различных дронов в разной степени эффективности, но она может представлять достаточно серьезную тактическую опасность для войск ДНР и ЛНР. Соответственно, я думаю, неизбежно встанет вопрос о насыщении боевых порядков и в целом основных опорных пунктов средствами тактической ПВО. Необходимо наращивание средств борьбы с дронами, необходимо наращивание возможностей средств РЭП. Потому что, как показала война в Карабахе, только комплексная система, построенная вокруг современных систем РЭП, она может именно серьезно создать проблемы массированного применения беспилотников. То есть там, как вы видели, в Карабахе были отдельные дни, когда фактически гасили всю турецкую активность именно за счет массирования применения средств РЭП и средств ПВО. То есть только в том, что какие-то отдельные комплексы смогут отразить координированные и концентрированные атаки, не приходится. То есть это не работало ни в Ливии, ни в Сирии, и, естественно, на Украине тоже не сработало. Поэтому лучше готовиться к этому заранее, потому что попытки повторить Карабах или Алую, они вполне возможны. И они даже не скрывают, что не хотели бы это повторить. Ну, боятся только, что российская армия вмешается, и там все закончится очень быстро.